Но в мире есть только четыре страны, где среди поисковых систем не доминирует Google, и наша одна из них. Неординарная история становления Яндекса и история отношения его создателя Сиголовича и Воложа за последнее время не раз становилась объектом культурной рефлексии. Только за последний год вышел художественный фильм «Стартап» и две книжки «Яндекс.Воложа». Томик в духе Жизаэл написан журналистом-коммерсанта Владиславом Дорофеевым. И Яндекс.Книга, заместитель главного редактора, русского репортера Дмитрий Соколов-Митрич. Интересно, что ни в одном случае Яндекс не заказывал культурный продукт о себе и не очень-то способствовал его созданию. А в случае с фильмом так и вовсе попытался откреститься от этого не совсем ловкого панигирика в свой адрес. Как оценивает новые страницы биографии Яндекса, написанные в эти дни, автор Яндекс.Книги Дмитрий Соколов-Митрич, мы спросим у него самого. Скажите, пожалуйста, вот события с момента, когда Путин отозвался о происхождении, иностранном происхождении Яндекса, и вот сегодняшний выпад Лугового. Как вам кажется, что это в биографии Яндекса? Это начало падения или это какой-то давний накат? Что происходит? Это уже не первый случай, когда Яндексу приходится обороняться. Напомню, что в 2008 году была гораздо более серьезная история, когда Яндексу пытались навязать дружественного инвестора в лице Digital Sky Technologies и стоящим за ним Алишером Усмановым. То есть государство таким образом хотело навязать Яндексу, понятного ему государству инвестора. При этом не совсем, видимо, понимая, что такие компании, как Яндекс, настолько завязаны на творческую среду, которая их создала, что если ее поменять, то просто компания пропадет, просто исчезнет. И сейчас, видимо, настало время, когда опять Яндексу приходится в очередной раз обороняться, в очередной раз себя объяснять. Как выражается в самом Яндексе, они говорят, что эту тактику обороны означает, что нам приходится снова себя объяснять. Тогда им удалось решить проблему при помощи выпуска золотой акции, которая блокирует покупку контролирующего пакета акций. Держателем этой акции является Сбербанк. То есть была найдена такая устраивающая всех схема. Сейчас, видимо, подросло какое-то новое... Ну, элегантное, но эфемерное совершенно решение. Ну, то есть оно... Не, ну, оно гарантирует те претензии, которые были со стороны государства, да, что вот есть огромный такой, значит, Яндекс, который непонятно кому принадлежит. Эта претензия была таким образом удовлетворена, причем Яндекс тоже на ней, можно сказать, выиграл, потому что он таким образом теперь застрахован от недружественных поглощений со стороны бизнеса, да. Вот, но теперь, видимо, подросло какое-то новое поколение политиков, которому опять приходится все это объяснять, что Яндекс.Новости – это агрегат, а не редакция, да, что можно, конечно, Яндекс можно разрушить, но нельзя его создать, да. То есть можно, если даже представить себе, что... То есть эти люди, видимо, мыслят просто в логике, там, нефтяного бизнеса, да, что вот есть кважина, ее может один человек взять и качать из нее нефть, другой человек может взять и качать из нее нефть. А в бизнесе Яндекса и вообще в IT-технологиях там по-другому, да, то есть монетизировать математику может не всякая команда, да. Вот, и вынудив Яндекс там оказаться в чихся руках, эти руки могут просто в итоге получить пустышку, да, потому что... Потому что такие продукты, как Яндекс, рождаются просто из чистой энергии, из интеллекта, из порядочности, из умения работать в команде и так далее. Дмитрий, у меня вот такой вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, вот есть два примера, когда государство крушило флагманов индустрии. Это пример Юкоса и пример ВКонтакте. Они, может быть, не сопоставимы по капитализации, но так или иначе и в случае Юкоса, и в случае ВКонтакте были попытки и успешно заякориться на западных рынках. Не помогло. И в случае Юкоса и в случае ВКонтакте компании позиционировали себя как самые открытые, как самые прозрачные, как компании интеллектуальные, прежде всего, не помогло. Вот та золотая акция и те акционерные, скажем так, уставные какие-то хитрости, которые зарыты в структуре собственности Яндекса, могут ли они спасти от грубой атаки, если она будет предпринята? Ну, я не готов говорить про ВКонтакте, я не изучал ВКонтакте. Я все-таки пока склонен думать, что сегодняшнее событие – это, в общем, череда как бы разродненных глупостей, да, а не спланированная акция. То есть это тот случай, когда слова, сказанные Путиным, начинают просто жить своей жизнью, да. Вот. Но опыт, мой опыт изучения Яндекса всех лет его существования говорит о том, что я убежден, что все-таки Яндекс найдет то или иное решение, и… Ну, просто потому что умные всегда побеждают сильных, да. И, ну, и повторю, что Яндекс можно разрушить, но нельзя создать. Поэтому, в любом случае, такие атаки могут привести только к ущербу для самого государства. Потому что, на самом деле, то, что сейчас делает Яндекс и вообще наша IT-индустрия, которая гораздо более развита, чем мы привыкли думать, это можно сравнить, может быть, только вот с планом Гоэл-Ро, да. То есть, вот представьте себе, что в те годы строится, то есть создается система электрификации всей страны, а вот некоторые депутаты берут и говорят, что нельзя освещать страну, потому что тогда враг придет, ему легче будет ее покорить, потому что ночью будет светло и так далее. То есть, это, на самом деле, то, что сейчас, на мой взгляд, делает Луговой, это какое-то мелкое вредительство. И надеюсь, что это его частная инициатива. Вы сказали для меня важную вещь, что если государство все-таки, вдруг, ну, космическим образом, отожмет компанию такую, как Яндекс, оно может получить пустышку. А каким образом? Почему пустышка? Уже компания находится абсолютно на рельсах. Не унесет же Волошь с собой, не знаю, Яндекс.Поиск, не знаю, программу, софт? Ну, потому что просто компания начнет в грубых руках, компания начнет хуже работать, и государство получит в итоге страну, в которой доминирует Гугл. То есть, таких стран в мире большинство, к сожалению. И вот, если начать давить на Яндекс и мешать ему работать, то в итоге мы рискуем оказаться в руках Гугла. Это нужно государству? По-моему, это совершенно не нужно государству. И непонятно, на чьей стране в этой ситуации вообще играет господин Луговой. Такое ощущение, что на противоположный. Я процитирую одну фразу. Вы посвятили свою жизнь высоким технологиям и добились больших профессиональных успехов. Каждый день миллионы людей убеждаются в том, что на мультипорталах Яндекса действительно найдется все. А об этом сказал премьер-министр Дмитрий Медведев, поздравляя генерального директора Аркадия Воложа с 50-летием. Может ли быть, что в рамках общей программы демедведизации, так называемой, где и изменения в уголовном кодексе, и игры с зимним временем даже, может ли быть, что вот эта акция, это такой вот свой вклад в демедведизацию страны? То, чтобы все забыли, что был такой президент Медведев, который очень любил высокие технологии и всячески их поощрял. Я не силен в политике, я не знаю, что происходит в кремлевских кабинетах, я знаю, что происходит с Яндексом. Яндекс сейчас стоит на пороге, действительно, Яндекс это сейчас для России, это шанс на самом деле возглавить огромную волну развития в мировом масштабе. Я не шучу, это абсолютно серьезно. То есть то, что лет 100-150 назад происходило в области индустриализации, когда человечество научилось заменять физический труд людей машинами, то же самое сейчас начинает происходить в области замены головы. То есть идет машинное обучение, идет автоматизация процессов, которые связаны с интеллектуальной деятельностью. И на передовой всех этих процессов находятся поисковые системы, потому что они сидят на огромном объеме данных. И Яндекс в этом смысле, это огромнейший шанс России на развитие, скажем так, может быть даже на целый век. Я не шучу, это серьезно. И мерить все это в категориях кабинетных интриг, и мерить все это в категориях свои и чужие, это прежде всего преступно перед будущими поколениями. То есть мы таким образом сами себя решаем шансы на огромнейший рывок в развитии. Вот и все. Спасибо большое. У нас в гостях был автор Яндекс.Книги Дмитрий Соколов-Дмитрич. Спасибо.